Заместитель губернатора Евгений Никора провел семинар-совещание по вопросам реализации Мурманской области федерального проекта формирования комфортной городской среды и другим аспектам жилищно-коммунальной сферы. В обсуждении приняли участие представители Фонда капитального ремонта, Регионального министерства строительства и территориального развития, Государственной жилищной инспекции. Реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды, острые вопросы ЖКХ, тарифы и работы управляющих компаний. Эти темы представители правительства региона, общественники и журналисты профильных изданий обсудили сегодня на одном из заседаний. В сфере часы, как работать общественникам, причем на муниципальном, региональном, федеральном уровне по реализации национальных проектов, связанных с жилем и городской средой. Очень важно, чтобы чиновники не варились в собственном соку. Очень важно, чтобы они не делали выводы исключительно из докладов своих подчиненных. Важно, чтобы мы не только слышали и слушали людей, общаясь непосредственно с населением, на личных приемах, при выезде муниципального образования, при общении с своими соседями. Специалисты отмечают, работа по нацпроектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий ведется активно. Алгоритмы их реализации разработаны. И что самое важное, определено финансирование. Не меньшее внимание уделяется и программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Радует то, что у нас сейчас действительно на предыдущий этап значительная часть нацпроектов, она как раз ориентирована на развитие жилья, на развитие благоустройства. И в принципе деньги выделены, практически все конфигурации этих нацпроектов определены. Но при этом осталось как бы много вариантов. Например, сейчас активно обсуждаем новые механизмы переселения из аварийного жилья. При этом, как отметила Светлана Разворотнева, федеральный Минстрой намерен вести эту работу в тесном взаимодействии с регионами и учитывать их особенности. Позиция Минстрой сейчас заключается в том, что у нас все-таки федеративное государство. В зависимости от особенностей регионов надо давать различные возможности. То есть предложить спектр вариантов. И пусть там люди сами в зависимости от своих условий и возможностей выбирают. Важным аспектом в реконструкции сферы ЖКХ эксперты считают проведение независимой оценки квалификации. Есть предложение внедрить в Мурманской области отраслевые профстандарты. Я предложила Алене Александровне, чтобы мы провели вот это большое мероприятие по внедрению профессиональных стандартов в Мурманской области, установлению системы независимой оценки квалификации. У нас проблема в жилищно-коммунальном хозяйстве на сегодняшний день заключается в том, что у нас довольно низкий уровень заработной платы по сравнению с средним уровнем заработной платы по стране. Проблема упирается в низкий, как утверждают специалисты, уровень тарифов ЖКХ и как следствие заработных плат работников этой сферы. К вопросу тарифообразования, по их мнению, нужен системный подход. Но для этого требуется усовершенствовать законы на федеральном уровне. Потому что та металлологическая база, которая есть сейчас на федеральном уровне, она не позволяет управляющим организациям и даже доказать собственникам свою плату за содержание и ремонт, ну и, собственно, как-то ее дальше защитить и установить. Если говорить даже в процентном отношении, порядка 70% средняя заработная плата по системе ЖКХ составляет от средней по стране. И мы как раз вот этой независимой оценкой квалификации, вообще поднятием роли отраслевых тарифных соглашений, пытаемся заняться как раз вот этой системой увеличения и вообще создания достойной заработной платы в нашей отрасли и в том числе повышением уровня образования. Федеральный приоритетный проект формирования комфортной городской среды реализуется по всей стране и доказал свою необходимость и эффективность, в том числе в Мурманской области. Комфортную среду — это на самом деле очень важный проект, и все видят результаты практически, да, все видят результаты ремонтов и какого-то благоустройства и общественных территорий, и дворов. Это, конечно, большой плюс, потому что мы понимаем прекрасно, что на самом деле не всегда собственники могут организоваться. Первое — организоваться, и второе — такие большие финансовые затраты, да, не каждый собственник может себе позволить. Глава регионального ГЖИ также отметила, что благодаря новому постановлению правительства у собственников появилась возможность сделать энергоэффективный капремонт многоквартирного дома. При этом государство возьмет на себя 80% расходов.